Мы очень серьезные, когда работаем. Всем тихо! Здесь работают ученые. Доктор биологических наук Валентина Кротасюк создала новое направление в науке. Как с помощью светящихся бактерий выявить некачественные или загрязненные продукты. Я стала использовать в биотестах ферменты. Это оказалось новым направлением мирового уровня, называемого теперь ферментативные биотесты токсичности. А это кабинет профессора Кротасюк. Чего здесь только нет. Вот это экспонат ее импровизированного кабинетного музея из США. Она получила стипендию в Фулбрайт и работала в университете Флориды. Но до того, как стать известным ученым, нынешнему прославленному биофизику, пришлось сделать и легкий выбор, в юности она увлекалась математикой и поэзией. Меня на входе встретила женщина, известный ученый, известный генетик. Спросила, ты куда идешь? Я говорю, на математику. Она говорит, ну что ж ты такая хорошенькая на математику, пойдешь, пойдем к нам на биологию. Валентина Кротасюк поступила в Новосибирский госуниверситет. Ее научным руководителем и наставником стал академик-биофизик Иосиф Исаевич Гетелизон. Мы все благодарны своим учителям за то, что они нас так вот хорошо учат, да, в принципе, получается. Теперь я эту модель поведения, то, что я тоже воспитываю своих ученых, своих студентов. Сейчас профессор кафедры биофизики СФУ сама ищет в студентах таланты и пытается сделать из своих учеников великих людей. Валентина Александровна Кротасюк научила нас любить науку так, как любит ее она. Вот один из курсов Валентины Александровны «История науки». Подход к обучению профессора творческий. У нас сегодня будет конкурс шпаргалок. За партой сидишь, взял свои брюки поправить вот так. Опа! Студентам ничего не остается, как проявлять смекалку. Они слушают истории про великих ученых и решают, выбрать им такой путь или нет. Куда бы я ни поступила, я бы все равно там была успешной. И на самом деле эта успешность, она в большей степени зависит от того, как тебя воспитывали в детстве. Я буду наблюдать, а что-то на суде я. Дети и внуки Валентины уже выбрали свой путь. В их семье есть кандидат к культурологии, артистка хора театра оперы и балета и будущий изоолог и режиссер. Я очень люблю животных, я хочу их изучать, прямо так же, как и бабушка. Наставница, ученая, мама и бабушка считают, что дети сами должны выбирать, кем им быть. А взрослым остается их направлять, рассказывать о разных профессиях и хвалить за успехи. Проживи свою жизнь так, чтобы у тебя на 70 лет было столько же друзей, чтобы можно было ими заполнить целый долг. Так внук Рома сказал сестре на юбилее бабушки. Регина Панычева, Сергей Тымеев, телевидение СФУ.